Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влогах канала Лена и Ваня Лайв. Но я пока буду рассказывать, что мне в очередной раз поразило. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Мы переходим ко влогам канала Лена и Ваня Лайв. Ну что, Лена пошла в Мегу. Вы знаете, и для чего она тогда на стриме, я говорила, вот я не знаю, пойду я на барахолку или пойду я в Мегу. Пишите мне, мои дорогие зрители, что вы думаете, куда лучше пойти. Для чего она это делала, если она заранее знала, что она пойдет в Мегу? Почему она знала заранее? Потому как Оксана там выступала в той Меге. И я не думаю, что Оксане сказали буквально за 2 секунды до выступления. Я так думаю, что и Оксана, и Лена знали заранее. За неделю минимум они знали, что Оксана там будет выступать. И Лена тоже прекрасно знала, что она пойдет в Мегу смотреть танцы Оксаны. Ну, да, наверное, Лене надо было, чтобы побольше комментариев ей писали и подольше посидеть на стриме. Может быть, Лена надеялась на какие-то донаты или еще на что-нибудь. Иначе как объяснить то, что Лена так вот себя повела на стриме как-то странненько, да? Ну, пишите, где лучше, куда лучше мне пойти. Странно как. Ну, в принципе, у Лены все странно. Ходит Лена по Меге. Зашла в один бутик, в другой, в третий. И говорит, цены высокие. Ну, Лена, молодец. Наконец-то ты говоришь правильно. Цены у тебя не дорогие и не дешевые, как ты обычно выражаешься. А цены высокие. Молодец, Лена. Ну, вы знаете, не успела Лену похвалить, как Лена выдает джинсы. Стоят от 4 900. От 4. Почему не от 4? Ну, от 4. Да, Лена вернулась снова на свой уровень. Только-только я ее похвалил. Не успела похвалить Лену снова. Да, остается Леной. Что ни говори. Интересуется Лена доставкой вещей из Китая. Я так понимаю, скоро в ее интернет-магазине будут вещи, товары китайского производства. Ну, посмотрим, конечно, да. Подошла Лена к курткам и говорит, рассматривая одну куртку, другую, рассматривая качество, узнавая цену. В общем, крутит эту куртку. Рука говорит, куртки, как у нас Лена любит. Думаю, это как? Она о себе говорит в третьем лице? Вроде как мы Николай второй? Или как? Я не понимаю этого. Как-то странно Лена выразилась. Сама же Лена, она и есть Лену. Почему сказать? Такие куртки я люблю. Вот просто нет куртки, как у нас Лена любит. Странно как-то. И, конечно, сняла она танец Оксану. Но, вы знаете, как-то вот странно все было очень. Лена говорит, что танец весь длился около 50 секунд. Даже меньше одной минуты. Она его выложила в шорт. И тут поснимала совсем чуть-чуть, там пару-тройку секунд. Но, вы знаете, когда я глянула этот ролик в шортс, я нашла его, да. Все-таки мне не показалось, что вся группа танцует слаженно. А Оксана танцует, ну, сама по себе как-то вот странненько, да, получилось. Вроде как у них группа танцоров, но в то же время слаженности, синхронности какой-то особой не было. Ну, а то, что танцевала Оксана сама по себе, это вот сто процентов. Как-то очень даже странненько. Но, я могу сказать, что несмотря ни на что, Оксана рада. Оксана довольна собой. Ей доставляют удовольствие вот это вот хождение на занятия, эти сами танцы. Ну, почему нет? Если ей нравится, то почему бы и нет, да? Да, кстати говоря, Лена, она сходила на одно занятие и сказала, мне не, это не моё. Инструктор говорит, двигаемся вправо, Лена говорит, я двигаюсь влево. В общем, простинхрон какой-то с инструктором у Лены. Ну, Оксана говорит, да, где-то получается, где-то и не получается, я иду вперёд, невзирая ни на что. Может быть, такая позиция тоже правильная, почему бы и нет, да? Если для своего удовольствия заниматься и не ходить на эти занятия из-под палки и проводить там два с половиной, по-моему, часа в воскресенье, выходной день, ну, это уже о чём-то говорит. Оксане это нравится и плевать ей на то, что она, ну, очень отличается от остальной группы. Вот. Тут же выступал блогер-миллионник. И вот на блогер-миллионника Лена обратила своё внимание, а на Оксану не особо. Ну, как-то странненько, да. С одной стороны, с другой стороны, всё-таки обратила внимание, потому как 50 секунд танца она сняла, танцы Оксаны. И в шортс она выложила. И вот этот самый блогер-миллионник. Я посмотрела в Ютубе, не миллион там подписчиков, 261 тысяча всего. Но, я так понимаю, всё-таки речь не про Ютуб шла, а про Инстаграм. Мне не совсем понятно, как вообще, в принципе, об этом можно говорить в России, потому как, насколько я знаю, Инстаграм – это запрещённая социальная сеть в России. Но нет, блогер-миллионник Инстаграма собирает вот такие вот толпы людей. Почему я сделала такой вывод? У меня, конечно, нет Инстаграма. Но говорила это вот блогер-миллионник. Она прям сидела на сцене, выступала. И что-то вроде зрительного зала было организовано. Люди сидели на студиях. И был ведущий, и охранник был. В общем, всё по-взрослому, всё по-честному. Вот она говорит, вот как правильно снимать ролики, в какое время их укладывать. И говорит, и тогда Инстаграм тебя заметит. Значит, всё-таки она блогер-миллионник в Инстаграме. Да, и вот повторюсь, как можно было вообще об этом говорить во всеуслышание, зная, что Инстаграм, в принципе, запрещён на территории Российской Федерации. Как-то всё непонятно и странно. И говорит блогер о том, что со зрителями надо общаться как с подругой. Ну и Лена с нами общается, да, как с подругами. Да, да. Мы все простые смертные, а Лена... Да, Лена не простая смертная. Помните её стрим? Да, да. Когда спросили, почему она так близко лицо показывает, она говорит, потому что я так хочу. Я так думаю, что подруги так не разговаривают. И, в принципе, по-хорошему Лене надо было бы сесть в зрительный зал, импровизированный, и всё-таки послушать советы этого самого блогера-миллионника. Может быть, что-то исправилось бы в речи, в поведении Лены, относительно своих зрителей. Возможно. Вот. Ну и когда уже Лена выходит оттуда, говорит, вот видите, охранник, который был у этого блогера-миллионника, имеет два высших образования. И что? Он охранник. И его мало кто знает. А вот блогер-миллионник... Правда, Лена не сказала, какое образование. Возможно, у неё тоже есть образование. Возможно, тоже не одно, как её охранник. Но у неё есть ещё 2 миллиона подписчиков. Вот. И её услуги стоят... По подбору одежды. По созданию, так сказать, образа. Стоят от 1 миллиона рублей. Вот. Так что Лена озадачилась, Лена задумалась. И я так думаю, что со временем мы очень удивимся, когда увидим, что Лена тоже будет предлагать свои услуги по подбору одежды за немалые деньги. Ну, кто знает, всё может быть. Жизнь такая штука непредсказуемая. Ну, а в следующем влоге Лена нам рассказывает о том, что она вот с утра посмотрела программу, какую-то там передачу по телевизору. И речь шла о том, что, в принципе, можно переобучаться, да, переучиваться. Если вдруг профессия тебе не подходит, то ты запросто можешь переучиться. Госпрограмма какая-то существует. И это очень даже хорошо. Бывает такое, что люди уже на пенсии кардинально меняют свою профессию благодаря этой самой госпрограмме по переобучению. И говорит, вот это очень даже здорово, потому как Лена, например, не знала, что она хочет после школы. И я, насколько поняла, такая подоплёка, что вот я отучилась вообще не на ту профессию, которая была моей мечтой. Говорит, а вот заниматься ежедневно тем, что ты не любишь, это всё-таки не дело. Всё-таки это жизнь, это твоя жизнь, и она проходит, и ты занимаешься не тем, чем ты и хотела бы. Но опять же, никакой определённости. Лена нам не говорит, какое учебное заведение она оканчивала, какая у неё профессия, специальность, ну и так далее. Решила поесть. Поесть Лена решила, насколько я поняла, рис у неё был в этой ложке. Значит, в рисе торчало три кусочка сыра, и в этот рис она добавила сгущёнку. Что-то как-то странное у Лены со вкусами, да? Что-то странное происходит. И страсть такая вот к перемешиванию всего такого вот несовместимого, да? Как-то очень интересненько. Опять у неё в речи появилось выражение «чем нежели», да? Лен, или «чем», или «нежели». Вот «чем нежели» — это как-то странно. Едет она в машине с Оксаной, и рассуждают они о тех сумках, которые они продают на Озоне. И говорит Лена о том, что вот белый цвет, чёрный цвет, бежевый цвет, ну, самые ходовые. Ну, да, белый, чёрный вообще универсальный, да, подходит ко всему. Бежевый тоже близок к белому. Ну, вот ещё сомневается, Лена, взять ли, может быть, ей коричневую сумку, может быть, не брать, в общем, не знает она. И Оксана говорит, смотри, вон у меня шапка коричневого цвета. Лена говорит, нет, не такой коричневый. Кожевый коричневый цвет. У тебя не кожевого сумка, не кожевого цвета шапка. Думаю, это как? Кожевый. Лена придумывает новые слова на ходу. Потом говорит, вот, Оксан, помнишь, он вылезла в мебельном салоне, и там вот мебель была кожаная, и она была такого цвета. Поэтому, соответственно, кожевый цвет, да, коричневый кожевый, оттенок коричневого. Собнимается Лена, что пойдут сумки такого цвета, но, я так думаю, совсем скоро мы увидим у неё в магазине, и такие сумки тоже. Демонстрирует одну из своих сумок дома, Ваня ей там помогает. И расстегнуть сумку, и пристегнуть какие-то ремешки, и сумка превращается в рюкзак. И, в общем, короче говоря, да, рекламирует Лена свой товар изо всех сил. И очень хочется ей его продать, и так оно и в три дорого. Вы мне писали в комментариях, что там цены не обоснованы завышенного Лены. Возможно, это и так. Я не знаю российских цен, вообще не знаю, я в них не разбираюсь. Поэтому я, конечно, поверю вам, мои дорогие зрители. Ну, поверю в то, что Лена их в три дорого продаёт. Хотела Лена на свой день рождения поехать в тёплое место. Да. И вот я не понимаю, почему Лена считает, что зима – это очень плохо. Холодная весна – тоже очень плохо. Холодная осень – плохо. А вот жаркое лето – это прям замечательно. Ну, как-то странненько, согласитесь. А как быть тем людям, которые вообще никуда никогда не выезжают? Ни в Абудабе не ездят, ни куда-нибудь ещё, вот куда вот Лена и Оксана катаются. И ничего как-то они живут, да, во все времена года они живут. И работают, и даже у них мысли не возникают, что вот это плохое время года, и мне бы лучше сейчас уехать в тёплое какое-нибудь место. Нет. Но Лена прямо разрывается. Оказывается, у Вани отпуск, у него каникулы. У него каникулы в апреле. И, может быть, в апреле поехать куда-нибудь в тёплое место вместе с Ваней. Но если она сейчас поедет с Ваней, то тогда она на свой день рождения уже никуда не поедет. В общем, короче говоря, Лена не знает, что и как ей лучше сделать, чтобы всем было хорошо, и чтобы она наконец-то попала в тёплое место. Какое именно, кстати, Лена нам так и не сообщает. Вот. А 22 апреля ей хочется в тепло. Ну да. Ходит она по магазинам и видит цветы. И тюльпаны в букетах, в целлофановых упаковках, не упаковках. В общем, завёрнуты в целлофан. Обыкновенный букет, да? Из тюльпановых. Ну, Лена почему-то говорит, что это пакеты. Ну, пакеты так пакеты. Купила йогурты, пришла домой. Ну, йогурт питьевой какой-то. Купила, пришла домой. Говорит, ой, Андрей, такая умница у меня. Уже разогрел макарону. Я думала, что это Ваня сделал. Но постоянно этот Андрей, вот упоминание об Андрее. Зачем она это делает, если она его не показывает? Как-то очень странно. Уже начинает просто так раздражать. Не знаю, как вас, но меня начинает раздражать. Ну, покажи это того Андрея. Нет. Андрея не покажу. Но купила три упаковочки творожка зернистого. Говорит, мне, Ване и Андрею. Ну, да, я так понимаю, что Ваня съест сколько съест, а остальное съест Леда. Вот. Поэтому, да. В общем, всё интересно. И говорит, вот питьевый йогурт. И я не знаю, что должно произойти, чтобы я выпила бы этот самый питьевой йогурт. А Ване, мол, нравится. И так нам нравится, да? Ну, естественно. Ты же не простой смертный, Лена. Понятное дело, ты небожитель. Понятное дело. Всё, что простым смертным нравится, тебе вряд ли понравится. Конечно. Это надо не забывать. Лена каждый раз нам даёт это понятие. Подчёркивает каждый раз. Я такая вот вся. Вот не такая, как вы все. Ну, а пока то другое. Пока суд до дела. Лена распарковала сумку. И остался пакет от сумки. Чёрный пакет какой-то. И Ваня недолго думает, что он делает. Правильно. Он выдерживает себе этот пакет чёрный на голову. Ну, как-то странно, да? Согласитесь. Ребёнку уже 11 лет. А он себя ведёт, ну, хуже, чем детсадовец. Как-то странно. Он сам не понимает, что так делать не надо. Во-первых, это некрасиво. Во-вторых, это небезопасно. Начнём с этого. Ну, ну. Слава Богу, недолго у него эта сумка была. Пакет, точнее, был на голове. Снял, но сам факт. Зачем ли она нам это всё показывать, не понимает. Да? Если вот такое произошло, вырежи уже, да? Не показывай нам это. Нет ли она нам всё показывать? Абсолютно всё. Немного странно это. Я считаю так. В общем, вот таким вот получился у меня обзор влогов канала Лена Иваня Лайк. Если он вам понравился, ставьте лайки. Не понравился, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.